Вы знаете, у нас в деревне было радио. И, конечно, каждое утро звучали цимбалы, вместе с последними известиями, так сказать, и когда звучала музыкальная программа, звучала цимбалы, и звучало имя Иосифа Женовича, в том числе. Потом, когда я уже стал занимать, я закончил музыкальную школу в Вилейке, занимался в Витебском музыкальном училище, я уже знал, что есть такой музыкант, руководитель Белорусского народного оркестра. Михаил Антонович Казенец. Народный артист Белоруссии, известный дирижер и общественный деятель. Родился 18 мая 1938 года в деревне Цинцевичи Вилейского района Минской области. С 1975 по 2021 год был художественным руководителем и главным дирижером Национального академического народного оркестра имени Женовича. Всю свою жизнь этот человек продвигал белорусскую музыкальную культуру, популяризировал наше искусство в Бельгии, Германии, Франции, Италии и других странах мира. Знаете, уникальность того, что из деревни Цинцевичи Вилейского района вырос такого масштаба музыкант, часто даже удивляет. Откуда? Он в детстве слышал радио, где играл оркестр Женовича, там проводная сеть. И он уже с тех пор наслаждался звучанием цимбал, баяна. И он не зациклился только вот в этой плоскости узкой, в народном творчестве. Ведь он начал учиться играть на баяне, закончил музыкальное училище и поступил в консерваторию. И то, что дало ему музыкальное училище и консерватория, оно как раз и наложило отпечаток на его музыкальное мировоззрение. Потому что из Академии музыки выходят люди, которые очень точно знают предназначение музыки. И главным образом классической, академической. Мне хотелось бы сказать, что Михаил Антонович очень много сделал для музыкантов. Если к нему обращались музыканты по личным каким-то вопросам, он никогда не отказывал. То есть, будь это и проблемы, может быть, с квартирой помочь, либо это, если надо было еще где-то замолвить слово, то Михаил Антонович, если это было в его силах, он всегда помогал артистам оркестра, Национального академического народного оркестра, всегда шел на встречу и всегда был очень счастлив. Он постоянно был такой человек, который поздравлял не только с днем рождения, а там с 1 мая, ну мы же советские люди, мы же выросли оттуда, с 7 ноября, ну с Новым годом, это всегда обязательно. Мы друг друга поздравляем, ну с днем рождения и все. Он неоднократно, когда я еще и в общежитии жил, даже с семьей, он у меня в гостях бывал по разным поводам. И уже когда я квартиру получил, и там бывал. То есть он постоянно, он знал, где я живу, он приезжал, где-то он в компьютерах, он не лез туда, там все, но где-то я что-то, и какие-то съемки снять, и какие-то, ну, и что-то музыку послушать, и обсудить будущие программы, что сыграть, как сыграть. Он приезжал, и все, у меня жена тоже в оркестре работает, цимбалистка, поэтому он приезжал как в свою семью. Оркестр Женовича, это была очень долгие годы такая лаборатория белорусского музыкального композиторского искусства, потому что столько произведений, сколько писали для нашего оркестра, ну, вряд ли для кого-то еще писалось. Специфика инструментальной оркестра такая, что цимбалы – это тот инструмент, который мог передать любимое слово Михаила Антоновича – мелос белорусского народа. И он пользовался этой популярностью оркестра, он на диване, Смольский, Чуркин, Богатырев – это множество еще композиторов, которые действительно просто влились в историю оркестра. И вот его, если возвращаясь к вопросу, музыкальное мировоззрение стояло в основе качественной музыки, музыка, которая доступна слушателю и которая имеет все шансы остаться академической, классической на долгие годы. С 1985 по 2005 год Михаил Казинец возглавлял Белорусскую государственную консерваторию, сейчас – Белорусскую государственную академию музыки. Был удостоен множества наград. Премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение Ордена Дружбы Народов, Ордена Франциска Скорене, Ордена Почета Республики Беларусь. Он часто в шутку говорил, что ректор – это хозяйственник. Говорит, все, что случалось, все идет через ректора. Если что-то не в порядке, или пожарная безопасность, или еще какие-то вещи, или что-то там надо, какой-то ремонт, это все вопросы решает ректор, помимо всего прочего. Но судя по тому, что вот когда провожали его, когда он уже был последний день ректором, сделали такой вечер творческий, и когда Михаил Антонович вспоминал, когда я видел слезы на глазах педагогов, то я понял, что не зря я был ректором, и что значит, что-то я сделал такое, что я запомнился, и что обо мне будут помнить, и чем-то я понравился. Очень важно то, что в эпоху Михаила Антоновича Козинца, а он был 21 год ректором Академии музыки, появились филиалы Академии музыки в разных городах Беларуси. Появился второй корпус, который был построен при его непосредственном участии, второй корпус консерватории. И вот эти вехи в его истории с сотрудничеством с оркестром, с другими коллективами и его ректорством, это вот период, я бы сказал, процветания Академии музыки. Что касается пропаганды музыкальной, лучших образцов народного творчества, ну, тут уже конкурентов нет. Наш оркестр это делал на самом высоком профессиональном уровне и продолжает этим заниматься и дальше. Магистратуру подирижили, закончил, то есть под его руководством учился. Это он мне, он как сказал, говорит, я знаю тебе, это не нужно, но, говорит, мало ли, диплом должен быть дипломом. И когда он руководил еще в то время, когда он был ректором, молодая Беларусь был коллектив, он меня приглашал именно, чтобы выехать где, только в Германии там и во Франции с ним побывал, даже на острову Реюнь, и он слетал с ним, это ниже экватора, там около Мадагаскара, в Индийском океане есть такой остров, он меня брал для того, мало того, чтобы белорусский коллектив, но он еще меня брал, чтобы я показал белорусские национальные инструменты. Те, кто лично знал Михаила Антоновича, утверждали, что он был человеком старой школы, любил академические произведения и прививал любовь в оркестре именно к классической музыке. Как-то Михаил Антонович обронил, вот мы с ним разговаривали, такую фразу, что в 92-м году, кажется, консерваторию переименовали, и она стала Академией музыки. Это был ректор Михаил Антонович. И потом он как-то сказал, я сомневаюсь до сих пор, насколько я был прав. Прав ли я был, что я позволил переименовать консерваторию в Академию музыки, потому что до сих пор все студенты и педагоги по-старому называют это заведение консерватории. Когда я встал за пульт, так сказать, расширился у нас репертуар оркестров. Мы начали и разную популярную музыку, и в разных направлениях. У нас были, мы пробовали разные, и рок, и джаз. Ну, как я говорю, мы не джазмены, это нужно родиться этим. Но эти композиции мы пытались, то, что приемлемо для оркестра, сыграть. У нас это не стало направлением каким-то, что вот, о, роковый концерт сыграли, и мы только рок начали. Нет, мы попробовали, сделали. Потому что это такие специфические направления, как и симфоническая музыка, как и рок, и джаз. Это определенное количество людей, которые болеют этой музыкой, которые любят. Поэтому, а у нас, как я говорю, народный оркестр. Это мы должны для народа, то, что учат. Поэтому разные направления. И Михаил Антонович, он сразу так это, не то, что он возмутился, или что он как-то, а потом видит, что это все, публика принимает, все хорошо. И у нас и Песняровская тема. Я помню, первый концерт циркалитик провел. И у нас потом ежегодно разные юбилеи. Мы Песнярова отмечали, все. Две крупные композиции «Гусляра» и песню про долю поставили. И «Венок», и масса других песен, и композиции, которые воплотили. Михаил Антонович этому способствовал. Он радовался. И он не препятствовал, потому что видел, что у нас ампертуар расширился. Михаил Антонович на протяжении всегда, он не мешал, а только помогал, способствовал. Другой руководитель, вот, Моцарт, вот, Бетховен, вот, и все, и больше ничего. Нет, он прогрессивно вперед видел, что это нужно. Без этого, особенно в наше время, коллектив может и не выжить. Ты все золотом хочешь притмить, захотить. Ты ж приглядит все хором, не княжа. Крову на золоте, гэта блюдская облегшить. Крову, якую твоя моц не смажа. Ты бриллиантами усыпал глаз и шелк. Хэта тертая сталь от кайданов. Хэта веселье петлю раздитый шлок. Хэта княжа твоя самотканы. Я с ним познакомился еще в 1985 году, но я и до этого знал, кто он такой, потому что во время учебы. А в это время я служил в армии, и нужен был музыкант-исполнитель на народных инструментах. И вот он меня разыскал, там все, дошло до меня. Раньше же мобильников не было. Я из армии, ну, когда, не то что в самоволке, ну, там, в гражданке, зашел в оркестр, как я говорю, и до сих пор я и не вышел с этого оркестра. Михаил Антонович в моей судьбе сыграл очень большую роль. Когда я был студентом, он пригласил меня в качестве артиста оркестра в Национальный академический народный оркестр имени Жиновича. И потом, через несколько лет, поверил в меня как в дирижера и доверил, так сказать, репетиционный процесс и концерты, которые я проводил с оркестром. Потом, чуть позже, помог мне поступить в Академию музыки в ассистентуру стажировки, как дирижера. Поэтому самую, самую большую роль сыграл в моей жизни, как в творческом пути, так и в человеческом. Да, с 2004 года мы были знакомы с Михаилом Антоновичем Казинцом, и как раз возникла необходимость пригласить на работу нового директора. Потому что предыдущий уже в силу возраста уходил на пенсию, и так сложилось, что я пришел в кабинет Академии музыки к ректору Михаилу Антоновичу Казинцу. Конечно, для меня это было как приход к высшему какому-то должностному лицу, потому что я понимал, что это очень серьезный человек, очень высокопоставленный. Скорее всего, у меня даже внутри был какой-то роб, ну, как это называется, трепет. Умер Михаил Антонович в 2021-м. На 83-м году своей жизни Беларусь потеряла по-настоящему великого музыканта. Уникальность Михаила Антоновича Казинца, что он был всегда рядом, несмотря на то, что у него было очень много занятий. И он на все находил время, и среди этого времени он не забывал давать цену указания. Был всегда доступен для того, чтобы дать совет, если я его спрашивал. И как-то направлял все время, показывал, учил. И вот это со временем нас настолько объединило, что мы... Ну, я даже не боюсь это слово говорить. Я рано потерял отца, и он для меня в какие-то моменты начал даже его заменять. Потому что у него была такая душевность отеческая. Он мог разговаривать мягко, ну, вот, действительно, как с родным человеком. И, знаете, я вот всегда рассказываю всем, что он, когда ругался, это даже было непонятно. Я только потом понимал, что сейчас он меня ругает. Всегда жалко, когда уходит человек, но на место его будут. Самое главное, чтобы память о нем сохранилась. Потому что вот этот период, когда он жил и творил, он носил. И из этого создается каждый композитор, каждый музыкант, каждый руководитель. Он привносит на благо нашего народа. Самое главное, чтобы это все продолжалось, чтобы это нашло отражение. Потому что он воспитал большую плеяду ректором, когда он был, сколько у него выпускников ушли. И каждый разъехался, и каждый вспоминает, что он под его руководством учился и делает и свои коллективы. И всегда очень гордость берет за свои коллективы. Я с ним сколько и в жюри сидел, когда я вижу своих студентов, и он видит своих. И мы друг друга, о, это такого, это вот, это вот вспоминаем. Поэтому самое главное, чтобы была память. А в наше время особенно, это нужно сохранить для будущих поколений, чтобы люди помнили и вспоминали. Потому что каждый вносит кирпичик всего. Вот этот композитор. Эти знают, а эти не знают. Этот композитор, этот знает. Но это же не значит, что он просто так для чего-то. Каждый свою лепту вкладывал. Так что самое главное, я говорю, память и продолжение всех этих традиций и направлений, и чтобы сохранить нашу белорусскую культуру. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ